Сегодня мы поговорим, как разгрести всё дерьмо. 5 советов, как ударить прокрастинацию по лицу. Первый шаг перестать прокрастинировать, попросите помощи. Пусть у вас будет кто-то, перед кем вы несёте ответственность. Когда мы ответственны сами перед собой, очень просто найти оправдание, почему мы отлыниваем от работы. И почему мы не делаем то, что должны. И когда у вас появляется партнёр, вам придётся объясняться перед ним. И это может быть очень просто. Попросите кого-то на фейсбуке. Вам могут позвонить, и вообще вы можете работать с кем-то. Я люблю бегать на перегонки. Мы общаемся с партнёром по скайпу и одновременно работаем. Несмотря на то, что мы работаем в разных частях мира, мы поддерживаем ответственность друг друга. Есть специальные приложения для этого. Я люблю человеческое участие, особенно если это тот, кого я плохо знаю. Что касается семьи, близких, друзей, себя самого, я умею находить оправдания, которые позволяют сорваться с крючка. Если я плохо знаю этого человека, то у него больше шансов привлечь меня к ответственности. Далее, избавьтесь от препятствий до начала работы. Например, вы хотите выйти на пробежку рано утром. Вы проснулись в пять утра, и в вашем доме холодно. Вы не хотите вылазить из кровати. Вы так и остаётесь в ней, и не делаете задуманного. Я признаю, это моё препятствие. Но я обошёл его. Я кладу спортивную одежду под постельным бельём. Поэтому, чтобы одеться, мне даже не нужно выбираться из постели. Выпрыгиваю из неё уже готовый. Следующий шаг – повысить ставки. Вам нужно вложиться в игру. Как вы могли заметить, большинство, кто посещает большие спортивные события, делают ставки на матчи. Потому что обычные люди, которые обычно не следят за этим, хотят быть больше вовлечены. Поэтому, когда на кону деньги, они более внимательны и вовлечены в матч. Что касается вас, как вы можете применить это в своей жизни? Я не сказал, что нужно делать ставки на спортивные мероприятия. Вы можете поставить на себя. Если вы идёте в зал, почему бы не нанять тренера? Пусть на кону будут деньги. Если вы хотите улучшить некоторые навыки, вы можете найти бесплатные видео. Но если вы заплатите за курс, больше вероятность того, что вы будете действовать. Когда вы вкладываетесь в игру, вам есть что терять, и вы обязаны действовать. Далее, введите счёт. Очень близко к нашему крайнему пункту о вложении в игру, но здесь речь идёт о измерении прогресса, а также о внедрении элемента соревнования. Это хорошо работает, если у вас есть несколько людей, работающие над одним проектом. И тут появляется своего рода соревнование. Введение счёта работает, даже если вы один. Ведь так вы наблюдаете прогресс, когда перед вами стройный график. Очень трудно его нарушить. Я пошёл в зал в декабре и тренировался каждый день. И когда наступил январь, я не прервал график. Вы должны вести счёт, чтобы действовать и бороть прокрастинацию. Вы когда-нибудь замечали, что тратили на проект столько времени, сколько выделяли на него? Это называется правило Паркинсона. Его идея в том, что всё количество времени, которое вы выделяете на выполнение проекта, вы потратите на этот проект. Этот закон должен работать на вас. Устанавливайте искусственные ограничения. Когда перед вами стоит таймер, вы, вероятнее, останетесь сфокусированы на задаче и выполните её. Мне нравится использовать обычный кухонный таймер. Это не мой телефон, он не будет меня отвлекать. Но, конечно, вы можете использовать таймер на телефоне. Начните с 25-45 минут. Теперь поговорим о сосредоточенности. Я уже касался её, друзья. Если вы хотите что-то сделать в короткий промежуток времени, вы должны сконцентрироваться на одной задаче. Мультизадачность – это обман. Господа, если вы слышали, что кто-то говорит, что он мультизадачен, он лжёт. Люди не могут быть мультизадачными. Компьютеры не могут быть мультизадачными. Они переключаются от одной задачи к другой. И поверьте, у этого переключения есть цена. Итак, если вы сфокусированы на одной задаче, затем переключаетесь на другую, у вас нет шансов с нуля сфокусировать своё внимание как лазер. Вы должны сосредотачивать луч своего внимания, чтобы рассекать сталь. Мы, морские пехотинцы, часто поговорим, что к 8 утра делаем столько, сколько большинство людей будет делать весь день. Мой совет – если вы хотите перестать прокрастинировать, вставайте рано. Начинайте свой день в 5 утра. Ведь рано утром у вас не будет сумасшедших сообщений. Никто не будет отвлекать. Большая часть мира спит. Как вставать в 5 утра, если у вас 4 ребёнка? Если у вас серьёзный бизнес? Я знаю ответ, ведь это про меня. Так что посмотрите это видео, в нём я расскажу, как всё это осуществить.